Как и в любом виде спорта, главный этап тренировки, разминка и уже опытные спортсмены и новички разминаются на общих основаниях, никаких поблажек на возраст и умения. Тренер секции фехтования Михаил Креницын, мастер спорта международного класса, в прошлом член сборной России, неоднократный призер различных, в том числе и международных турниров, входил в десятку лучших рэперистов мира. Фехтованию он отдал почти 40 лет жизни. В 1984 год открылся спорткоп из Чертанова в Москве. Пришел в школу мой тренер, первый Родионов Игорь Анатольевич, и сделал набор, как и в сотнях разных вариантов в спортивных секциях. Пришло куча мальчишек, мы не знали, что такое фехтование, но завлекло, его до сих пор держат. Свою страсть к фехтованию Михаил старается передать молодому поколению, благо опыт у него богатый. 10 лет он занимал должность старшего тренера сборной Москвы. К каждому спортсмену у него персональный подход. Во времена Советского Союза фехтование было весьма популярно в наше время. Этот вид спорта массовым вряд ли можно назвать. Но наша сборная незменно привозит награды с различных соревнований. А благодаря таким секциям подрастает и достойная смена. Меня отвели родители в этот спорт, и мне очень понравилось фехтование, потому что в этом спорте нужны не только физические данные, но и умственные способности. И это некрасивые слова. Действительно, специалисты считают фехтование наравне с баталиями за шахматной доской интеллектуальным видом спорта. Его даже называют быстрыми шахматами. А не специалисту порой очень трудно разобраться в тонкостях протекания боя. Скорость поединка, элемент, она глазу, скажем так, не всегда обычному человеку увидит. А фехтовальщики, они это все понимают, видят, надо решение принимать просто быстро. Безусловно, как и в любом виде спорта, достигнуть высоких результатов можно только постоянным трудом. Но, по мнению Михаила Криницына, главный секрет успеха в фехтовании вовсе не физические данные. Противование такой вес спорта, где существуют и полные, и худые, высокие, координированные, это не влияет на результат, потому что если ты работаешь, желание приходишь на тренировки, все это как бы приходит в норму, и даже раскоординированные люди становятся чемпионами мира. Максим Козлов, Александр Логинов, Максим Константинов. Винное тело.